Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта Заметки Электрика. На счетчике выдалась вот такая вот неисправность. То есть, как видите, это моргает второй индикатор, циферка 2, то есть отсутствие фазного напряжения в фазе B. Вот, стал выяснять, что это такое. Кстати, фидер у нас в работе. Это у нас терминал ТОР-200. Нагрузка 5,7 А. В общем, вот такая вот у нас красивая векторная диаграмма у данного присоединения. И сейчас будем искать причину. По векторной диаграмме и значениям таблицы также видно, что отсутствует фазное напряжение в фазе B. Вот. То есть, здесь фазная А есть, 51 Вольт, В нет и в С 52 Вольт. И вот еще интересно, что АС у нас 103, АБ у нас показывает фазное напряжение. Такого быть у нас не должно. Ну и, соответственно, угол, как вы видите, угол тока, между током и напряжением, фаза А это 15 градусов, нормальный такой угол. А фаза C 69 градусов, многовато, конечно. А фаза B 286 градусов. Это очень и очень много. Напряжение АБ 103,7 Вольта. Напряжение АС 103,7 Вольта. Напряжение Б, С 104, 103,9 Вольта. Так, теперь измеряем фазное напряжение по отношению к нулю счетчика. То есть, сюда АТ на 0 у нас не заходит. Клемма пустая. Но у нас это общая точка, то есть, собрана звезда внутри счетчика. А0. 51,3 Вольта. Б 0. 86,5 Вольт. Тоже какое-то непонятное значение. Наверное, связано это как раз-таки с неисправностью счетчика. С 0. 52,4 Вольта. Фаза А по отношению к земле. Видите, 103,9 Вольта. Фаза В по отношению к земле 0. Фаза В у нас со стороны ТНа заземлена. А значит, потенциал этот по отношению к земле равен 0. Так, и С. То есть, также у нас 104 Вольта. То есть, в данном случае у нас на ТНе заземлена не нейтраль, а фаза В. Поэтому, когда меряем А по отношению к земле, у нас получается 100 Вольт. Б по отношению к земле 0 Вольт. С по отношению к земле 100 Вольт. И нейтраль по отношению к земле. Если померить это непосредственно на ТНе, то это будет фазное напряжение 57 Вольт. Так, вот у нас сама каретка с трансформатором напряжения. Это у нас автомат 100 Вольт. Вот у нас тут вольтметровый переключатель. Линейный фазное напряжение. Вот смотрите. Сейчас напряжение АС 10 кВольт, ВС 10 кВольт, АВ 10 кВольт. Сейчас будет А0, то есть фазное 6 кВольт, В0 6 кВольт и С0 тоже 6 кВольт. Таким образом, делаем вывод, что вопросов к трансформатору напряжения у нас нет. Да и другие счетчики, другим счетчикам на данной секции вопросов нет. Учет идет соответствующим образом. Никакого недоучета нет. Чтобы еще раз убедиться в том, что у нас имеется неисправность внутри счетчика именно по фазе B, я сделал следующим образом. Фазу А по напряжению А630 и B600 выводы я поменял местами. То есть вот здесь вот на клеммнике. Вот. Таким образом, если у нас все-таки отсутствует фаза B, то у нас на индикаторе счетчика заморгает цифра 1. Если же у нас неисправность все-таки внутри счетчика по цепям напряжения фазы B, то у нас так и останется моргать цифра 2. Сейчас посмотрим. Как видите, у нас продолжает моргать цифра 2. Это еще раз доказывает о том, что по цепям напряжения фазы B внутри счетчика имеется у нас неисправность. Некоторый обрыв по отношению к нулю. Как будто вот здесь внутри счетчика произошел обрыв в цепи напряжения. Таким образом, у нас, например, напряжение АС будет линейным. А0, С0 у нас покажут фазное напряжение. B0 из-за обрыва покажет 0. Кстати, написал письмо в службу поддержки завода имени Фрунзе, Нижегородский завод, по данной ситуации. На что получил ответ, что, мол, перепроверьте схему подключения счетчика и измерьте напряжение на выводах. Вообще-то, в первом письме я им сразу отправил, что какие у меня измерения получились, тем не менее, они мне попросили их продублировать. Я продублировал, вот сейчас жду от них окончательного еще ответа. Тем не менее, я буду производить замену данного счетчика. Не меняя схему подключения, подключу другой аналогичный счетчик по СЧ-4ТМ05М и увидите, что все три индикатора будут в норме. Ну вот, что и требовалось доказать. Счетчик я заменил, все, схема осталась прежняя. Как видите, индикация у нас 1, 2, 3 полностью горит. То есть, никаких моргающих индикаторов нет. Теперь, все фазные напряжения А0, Б0, С0 соответствуют. То есть, С0, 59, Б0, которая была непонятное значение, 60 вольт. Так, и А0, 59,6. Ну, линейные тоже, соответственно, остались в норме. Так, сейчас подключился к счетчику через конфигуратор. И вот, как вы видите, у нас имеются все полноценные фазные напряжения. 59,9, фаза Б60, фаза Ц59,8. Так, также все линейные 103, 104, 103 вольта. Данный фидер отключен. Выключатель у нас вот вакуумный. Цепи управления отключены. Соответственно, токовых векторов на диаграмме нет. Ну, и потребление, соответственно, тоже ноль. Основываясь на этом, делаем вывод о том, что снятый счетчик неисправен по цепям напряжения фазы Б. Списался я с технической поддержкой, как я уже говорил. Еще раз написал им, что все-таки ссылаюсь на то, что данный счетчик неисправен, что сейчас подтвердилось. Поэтому данный счетчик поедет к производителю на экспертизу, где они выдадут уже заключение, что там у него было неисправно и как. Ну вот, на этом, наверное, и все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы по теме данного видео, к вашим услугам в комментариях. И с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok